История Мрака. Глава 3. Прошло несколько дней. Мураколап шагал по лагерю. При разотмении разволновалась из-за той лисы. Котеты очень боялись. Старичные говорили, что скоро будет конец света. Мураколап, конечно же, этому не верил. Мураколап повернул голову и увидел, что Патруль уже вернулся. Патруль возглавлял его наставник Астрогриф. Астрогриф и другие воители пошли к рассветной звезде. Мураколап решил подслушать их разговор. Астрогриф стал говорить, что рассветная звезда. Мы когда патрулировались, увидели следы лисицы. Еще мы увидели убитого ею Колька. Рассветная звезда кинул и сказала, что похоже, что лиса стала уходиться на нашу дичь. Это нехорошо. Спасибо за доклад Астрогриф. В взгляде Астрогрифа Мураколап показалось что-то странным. Но вы если ничего не сказали, то ушел. Мураколап увидел своего брата Петнолапа. Мураколап подбежал к нему. Петнолап, ты знаешь, что лиса теперь убивают добычу на нашей территории? Петнолап прошил свои голубые глаза от утепления. Кот сказал, ничего себе, вот это да, вот проблемка у нас. Ага, согласен с тобой, брат. Круженостом подошел Астрогриф. Уритель сурово посмотрел на двоих котов. Чего Мураколапа побежали пошусти мурашки. Петнолап, Мураколап, почему бы вам не пойти в парадку стейшен и привезти им еды? Мураколап сказал, хорошо Астрогриф. Петнолап лишь кипнул. Двое котов побежали в паладку стейшен. Петнолап взял дрозда, а Мураколап – мышь. Они побежали в паладку. Там они увидели старых котов. Стейшены беспокойно говорили о той лисе. Увидев котят, один стейк кипнул. Петнолап сказал, кустарник, я принес тебе дрозда. Петнолап упустил к кустарнику птицу. Кот заручал от радости. Спасибо тебе, Петнолап. Кустарник стал есть птицу. Мураколап взял свою мышь и подошел к старой кошке. Она была темно-розовой. Стейшен открыл глаза и посмотрел на Мураколапа. Мураколап дарил ей мышь. Держите его, закрывка. Спасибо тебе, Мураколап. Кошка стала есть мышь. Мураколап посмотрел на двух серых котов. Они были близнецами. Один кот кивнул Мураколапу в знак приветствия. Вдруг Мураколап услышал, что рассветная звезда созывает собрание. Мураколап и Петнолап вышли из палатки Стейшен и пошли к скале. Они сели. Рассветная звезда ввела всех, которых взглядом сказала. Племя. Сегодня ночью состоится в свет. Племен. На свет придут оруженосцы, острогрив, сирень, облако и белогрив. Кстати, уже наступает ночь. Пора собираться. Рассветная звезда спрыгнула со скалы. Мураколап подозвала знаком хвоста воистрии, и они вышли из лагеря. Мураколап шел рядом с Петнолапом. Интересно посмотреть на котов с других племен. Коты дошли до священных камней. Они были гладкими и теплыми. Мураколап увидел других незнакомых котов. Твои из них запрыгнули на высокий камень. А рассветная звезда запрыгнула за ними. Свет начала рассветная звезда. В племени затмения появилось много новых оруженосцев. Требующим станут прекрасными варителями. Еще в нашем племени появилась лисица. Но мы уже думаем, как ее прогнать. На этом все. Предварители клянули. Начал свою речь темно-синий кот с желтыми полосами, желто-оранжевыми полосами и голубыми глазами. Мураколап быстро спросил своего настанка Острогрифа. Острогриф, а это кто? Острогриф пристально посмотрел на Мураколап и ответил. Это темный синий кот с желто-оранжевыми полосами. Его зовут Звездное Мерцание. Он был родителем племени Тучи. Звездное Мерцание начало свою речь. В племени Тучи все спокойно. Дищи много. Уже наступила весна. Появилось много новых котят. Но все хорошо. Себристая кошка с синими глазами начала говорить. Мураколап спросил основака «А это что за кошка?» Острогриф ответил. Это серебряная звезда. Она предводительница Талевестного племени. Серебряная звезда начала говорить. В нашем племени тоже все хорошо. Появилось много новых котят и ромашеноцев. Тут начал говорить коричневый бурй кот. Мураколап не успев Seoul спросить. Как раз С Verified ответил. А это падшая звезда. Он предводитель Альвинова племени. Падшая звезда начала говорить. У Альвинова племени все хорошо. Тоже появилось много новых котят и роженосов. Еще недавно появились новые ворители. Учника и колюшку посвятили ворители. Теперь их имена Учей и Колючник. Чемно-синий кот, кажется, был Учей. Кот улыбнулся. Коричневый кот с ванжевыми глазами был Колючником. Просветная звезда сказала. Кажется, свет закончился. Повторяйте по домам. Коты встали и пошли. Мог лап встал и пошел со своим племенем домой. Конец третьей главы.